Глава Башкирия Ради Хабиров вернулся из Москвы и провел оперативное совещание лично, главной темой которого стала подготовка к весеннему паводку и прошедшие выборы президента России. Кроме того, неожиданно в правительстве поспорили, стоит ли делать восточный выезд временно бесплатно. Всем привет, это обзор оперативного совещания. Поехали. Ради Фаридович начал совещание с несомненно главного события прошедшей недели. Выбор в президента России. Мы долго к ним готовились, они прошли три дня и, конечно, вся страна голосовала. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации находится в стадии подведения итогов, поэтому полагаю, что мы сейчас не будем какие-то точные цифры называть. По республике Башкортостан мы понимаем, что явка превысила 83%. Он поблагодарил жителей республики, которые голосовали с чудесным настроением. Ради Хабиров также подчеркнул, что впереди нас всех ждет прекрасных шесть созидательных лет. Глава республики также поблагодарил правительство и Центр избирком. А председатель Центральной избирательной комиссии РБ Азад Галимханов рассказал, что в Башкирии Владимир Путин получил, по предварительным данным, более 90%. Отметил, что по данным от председателя Центральной избирательной комиссии РБ Азад Галимханов, за Владимира Путина по России проголосовали почти 87,29% человек. А сами выборы прошли с рекордной для современной России явкой в 77,44%. Также стало известно, что второе место у Николая Харитонова, третье у Владислава Даванкова, а четвертое у Леонида Слуцкого. Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов доложил, что с начала 2024 года количество пострадавших в ДТП достигло 573 человека, что на 75 человек меньше, чем в 2023 году. Но вот погибших в ДТП больше на 25 человек. Ради Хабиров эту информацию пропустил и никак на нее не отреагировал. А ведь число погибших в ДТП продолжает расти уже с января. При этом глава республики еще в начале года говорил, что необходимо работать над снижением смертности на дорогах. Цитата. За год одна деревня у нас вылетает на пустом месте совершенно из-за глупости и безрассудства. Неизвестно, каким образом правительство вообще планирует снижать количество погибших, но тенденция пугает, а вот любимые правительством камеры никак в этом не помогают. Самое ожидаемое событие для жителей республики – это наступление весны. Но это время года приносит с собой еще и самую важную для правительства проблему – половодие. И именно это обсуждалось на оперативке. Исполняющая обязанности начальника башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Казаева доложила, что запаса воды в снегу реки Белой на 6-27% выше средних многолетних значений. А максимальные уровни воды в реке Белой могут превысить средние значения на 40-70 см. При таких уровнях возможно подтопление пониженных участков в городах Белорецк, стрельдомах и Уфа. Также подтопление населенных пунктов, расположенных в поймах степных и горных рек. По словам Анны Казаевой, приток воды в Павловское и Нижнекамское водохранилище ожидается на уровне средних многолетних значений. А вскрытие рек в Заурале ожидается 9-14 апреля, что на 3-5 дней позже нормы. Так, максимальный уровень на реке Сакмаре может быть выше на 1 метр, а на реке Большой Ик на полметра. Исполняющий обязанности начальника Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подчеркнуло, что по сравнению с прошлыми годами максимальные уровни были ниже средних многолетних. В свою очередь заместитель премьер-министр поведения Ирик Сагитов отметил, что подготовка в Башкирии идет по наихудшему сценарию. Он отметил, что в рамках мониторинга обстановки водных объектов будут использоваться в том числе вертолет и беспилотные летательные аппараты. Ради Хабирев уточнил, что более точный прогноз по полуводию появится в конце марта и попросил ЦУР вместе со СМИ распространить информацию. Мы надеемся, что правительство действительно будет готово к весеннему полуводию и не повторится ситуация 2021 года, когда сначала начальник Башкирского гидромета Виора Горохольская рассказывал руководству республики о том, что паводок ожидается ниже нормы. Ну а по итогу от весеннего паводка пострадало 18 районов. Одной из самых горячих точек оказался Дуванский район, где в селе Месегутово были затоплены 65 домов, в которых проживает 218 человек, из них 71 дети. Глава республики тогда вынужден был признать, что ситуация критическая. Мы еще надеемся, что Эрик Саагитов неожиданно в самый ответственный момент не уехал в отпуск. Другой, более серьезный вопрос здесь – это использование БПЛА. Мы напомним, что в республике имеется инвестиционный проект, который получил название «Кластер БПЛА». Согласно этому проекту, беспилотники в республике производятся аж на трех заводах. Республиканский Минпром сообщал, что предприятия и организации, ну, видимо, заказывающие БПЛА для своих нужд, будут поддерживаться по линии фонда развития промышленности. Кроме того, будут субсидии по линии республиканского Минсельхоза. Но мы ранее отправили запрос в правительство республики и спросили, а каким образом в этом всем кластере БПЛА участвует некий фонд содействия развития венчурных инвестиций, ну или просто венчурный фонд. Минпром в ответ для начала рассказал, что в 2009 году в фонде собрано 400 миллионов рублей по 100 миллионов из федерального и башкирского бюджетов, плюс еще 200 миллионов частных инвестиций. При этом, по словам министра промышленности Александра Шельдяева, этот самый венчурный фонд не является участником кластера беспилотной авиации, а значит, не осуществляет финансовые данные отрасли. Что интересно, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов говорил совершенно другое. В 2021 году он заявил, что венчурный фонд как раз таки и финансирует проект развития в Башкирии беспилотной авиации. Только вот интересно, что по словам экс-чиновницы Дилары Гундоровой этот самый венчурный фонд принадлежит кипрским офшорам, а значит, по российским законам финансировать его из бюджета нельзя. Министр ЖКХ Республики Ирина Голованова в ходе доклада рассказал, что в Башкирии уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет всего 54%. Планы на 2024 год следующие. Проводим модернизацию коммунальных объектов в 9 населенных пунктах. Строим котельную в городе Училы и осуществляем реконструкцию котельной в селях Краснохомский и Калтасинского района. Проводим капитальный ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в городе Уфе. Реконструкцию очистных сооружений и канализации в селе Петровска и Шимбайского района. Сетей водоснабжения и водоотведения в городе Стерльдомайке, Нефтекамске и Ургазинском районе. Тут интересно, что мнение экспертов слегка разнится с заявлением министра. Экс-чиновница Дилара Гундорова говорила, что в республике есть ряд сетей, чей износ составляет практически 100%. А это значит, что и в Уфе и Башкирии большой риск повторить историю коммунального коллапса в Подмосковье. Эксперт Олег Аревин, в свою очередь, подчеркивает, что инфраструктура не выдерживает из-за точной постройки. Просто новые дома увеличивают нагрузку на городские сети. МУП Уфимские инженерные сети сообщало, что износы по сети в Уфе составляют около 70%, а по данным УФВД-канала, на модернизацию всех аварийных труб потребуется не менее 30 лет. Кстати, не стоит забывать про ряд аварий, произошедших по Башкирии. Например, масштабная утечка недалеко от салона Форвард Авто и НИПНГ Питон, прорыв коммуникации в Уфимском и Норсе, потоп на выезде из Уфы и так далее. Ради Хабиров заявил, что в ближайшее время, до 1 апреля, будет открыт главный долгосторий республики – Восточный выезд. Ну, когда вот буквально сегодня-завтра мы примем решение о точной дате, значит, надо очень серьезную информационную кампанию опять провести, ну, чтобы люди меняли, соответственно, свои поездки там, кто-то. Значит, четко мы объяснили, вот, Александр Ильич, скажите, какой период времени он будет испытательный, то есть бесплатный? Министр транспорта и дорожного хозяйства Клебанов отметил, что гипотетически выезд будет открыт в конце недели, и до 1 апреля дорога будет бесплатной. Против такого решения выступил неожиданно Алан Марзаев, заявив, что не стоит делать Восточный выезд бесплатным, даже временно, так как затем будет негатив со стороны жителей республики. Выступление Марзаева было действительно неожиданным, но не из-за Восточного выезда, а потому что заместитель премьер-министра правительства РБ началь февраля исчез из информационного поля. Мы даже как-то забыли про него. Он не выступал на оперативках, ничего не писал в соцсетях, а здесь неожиданно напомнил о себе, выступив против бесплатного проезда по Башкирскому долгострою. Радий Хабиров попросил вопрос дожать, так как объект планируется к сдаче еще в декабре, потом в январе. А мы напомним, что ранее Александр Клебанов объявлял стоимость проезда по Восточному выезду из Уфы. Так, для легковых автомобилей он составит 100 рублей днем и 20 рублей ночью. Для транспортных средств других категорий стоимость составит 250 рублей днем и 50 рублей ночью. Он будет платным до 2042 года. Интересно, что Восточный выезд в итоге все равно будет запущен не полностью, так как дорога, соединяющая улицу города Гали с туннелем на проспекте Салату-Юаева, еще не построена. Ее планируют создать только в будущем году. Но дело в том, что на этом месте сейчас находится частный сектор и уже снесена половина домов, на месте которых будет дорога. В марте власти планируют продолжать изъятие земельных участков. Таким было оперативное совещание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, читайте нас в телеграм-канале «Однажды в Башкирии», читайте нас на сайте. Всем удачи, всем пока.